МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дипломатический конфликт между США и Россией продолжает разгораться. Вашингтон потребовал от Кремля закрыть генконсульство в Сан-Франциско. Причем, якобы сообщается, что такое решение в ответ на сокращение американской депмиссии в России принял лично Дональд Трамп. Создается впечатление, что подобные фотоколлажи уже не очень актуальны. Никита Баталов продолжит тему. Начало дипломатическому скандалу между Москвой и Вашингтоном положили выборы американского президента в ноябре прошлого года. После обвинения России во вмешательстве в процесс выборов в США со стороны демократов было открыто официальное расследование Конгресса. Затем в конце июля был принят законопроект по новым санкциям против России, который ужесточил ограничения по кредитам для некоторых российских банков, усилил меры против российского нефтяного сектора, а сами санкции сделал законом. Сразу после этого российские власти ввели ответные меры и потребовали сократить число сотрудников депмиссии США в России почти в три раза — до 455 человек. 31 августа США, в свою очередь, потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и еще ряд объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке и объяснили этот шаг достижением паритета в дипломатических представительствах. Таким образом, у России в США остается посольство в Вашингтоне, а также три генконсульства — в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле. А у США сейчас работают столько же дипломатических представительств — посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Вполне вероятно, что это еще не конец дипломатического скандала. В России сейчас изучают ноту США. Как заявил глава МИДа Сергей Лавров, Москва будет жестко реагировать на враждебные действия со стороны Вашингтона. В то же время госсекретарь Рекс Тилерсон распорядился начать использование средств, выделенных ранее Конгрессом, для борьбы с террористическими организациями, а также пропагандой, в частности, российской. Как в Европе, в частности в Германии, оценивают решение США закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско? За комментариями мы обратились к аналитику германского общества внешней политики Штефану Майстеру. Я думаю, это тактический шахматный ход Дональда Трампа, который он сделал для того, чтобы получить некоторую свободу маневра в условиях давления, которое на него оказывается в связи с российской темой. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские президентские выборы, кое-что уже выяснил, некоторые вещи, которые ставят Трампа в крайне неудобное положение. Решение закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско – это попытка президента показать, что он умеет жестко обращаться с Россией. Насколько велико риск эскалации конфликта между США и Россией? Еще раз слово Штефану Майстеру. Я бы пока не стал говорить об опасной эскалации, но что совершенно очевидно, так это растущее отчуждение между двумя странами. Причем в американской политике нет концепции, линии поведения в отношении России. Внутри политический конфликт в США между Конгрессом и президентом, разгоревшийся на российской тематике, отягощает американо-российские отношения, приводит к тому, что Россия не знает, чего ждать от Вашингтона, кроме тактических игр. Такая ситуация опасна потому, что осложняет решение других проблем – Северная Корея, споры из-за маневров Запад-2017. Диалог между Вашингтоном и Москвой практически не ведется, и ни на что нельзя твердо рассчитывать. И вот это может привести к опасной эскалации. Ответственность за этот виток эскалации я вижу и в самом деле преимущественно США. В американской внутренней политике российская тема стала настолько эмоциональной, настолько проблематичной, что никого уже и не интересует, что произошло на самом деле. Все свелось к массивному конфликту между Конгрессом и президентом. Другим темам. В немецком Ахене власти в превентивных целях стали выдавать таблетки йода. Поводом являются сообщения о проблемах на АЭС Тианш в Бельгии. Она находится на границе с Германией, всего в нескольких километрах от Ахена. Опытки немцев добиться закрытия проблемной станции до сих пор не увенчались успехом. Бельгийская АЭС Тианш в последнее время не дает местным жителям спать спокойно. Несколько месяцев назад в корпусе атомного реактора обнаружили около ста новых трещин. И это не считая более трех тысяч других дефектов и повреждений, которые были выявлены ранее. Всего в Бельгии две такие проблемные электростанции. Эксперты давно уже бьют тревогу. Их эксплуатация небезопасна. Люди в близлежащих городах, как в самой Бельгии, так и в Нидерландах и Германии напуганы. Среди них и жители немецкого Ахена, который находится всего в 70 километрах от электростанции Тианш. Всем было бы спокойнее, если бы АЭС закрыли. Но я стараюсь не думать об этом. Естественно, я боюсь, что что-то пойдет не так. Лучше бы эту атомную станцию закрыли. Достаточно мелкой аварии, чтобы радиация просочилась и нанесла вред людям. Но об этом, конечно же, сообщат только через несколько дней после случившегося. Маркус Кремер — замбургомистр Ахена. Вместе со своей командой он разработал кризисный план действий по предотвращению крупной ядерной катастрофы. Ахен при поддержке около ста приграничных коммун борется за отключение бельгийской АЭС. Мы подали иски в бельгийские суды, а сейчас пытаемся оказать политическое давление на Бельгию, чтобы эксплуатация АЭС была прекращена. Для предотвращения возможных последствий аварии в городе начали раздавать препараты с содержанием йода. Так, в экстренном случае можно избежать паники и ажиотажа в аптеках. Беременные женщины, кормящие мамы, в приоритете. Затем йодированные таблетки будут выдавать остальным жителям города в возрасте до 45 лет. Разумеется, в случае катастрофы в окружающую среду может попасть радиоактивный йод. Но помимо этого есть и другие риски разного рода излучения. И йод, как таковой, от радиации не спасает. Суть принятия таблеток с йодом заключается лишь в том, чтобы заполнить йодное депо щитовидной железы. Это уменьшает захват радиоактивного йода, который попадает в атмосферу во время катастрофы. При этом помогает это не всем людям, которые старше 45 лет. Содержащие йод препараты могут нанести больше вреда, чем пользы. На оздоровление банка «Открытие» по предварительным оценкам Центробанка необходимо потратить сотни миллиардов рублей. Корреспондент ДВ в Москве Меодрак Шорич подробнее о ситуации на российском рынке. За последние несколько лет лицензии лишились около трех сотен российских банков. Большинство из них имели некачественный кредитный портфель или проводили рискованные акции на финансовом рынке. А теперь зашатался и самый крупный частный банк России «Открытие». В этом случае сыграли свою роль санация принадлежащего открытию банка «Траст» и покупка открытием компании «Росгосстрах». Центробанк не хочет закрывать такой большой финансовый институт, ведь это может повлечь серьезные последствия для всей банковской системы России. Банк вырос за 9 лет, то есть с 1 июля 2008 года по 1 июля 2017 года более чем в 10 раз, в то время как весь банковский сектор России только в 3,5. Центральный банк России принял решение перенять три четверти акции «Открытие». Это беспрецедентно, что это первый случай. С одной стороны, это А, крупнейший, недавно еще, вернее, скажем так, крупнейший частный банк в России. С другой стороны, это будет первый эксперимент, когда его финансовым оздоровлением будет заниматься сам Центральный банк. «Открытие» продолжает обслуживание клиентов, но многие из них напуганы. Россияне опасаются, что и многие другие банки могут столкнуться с подобными проблемами. Государственные, они стабильнее, они предсказуемее, поэтому, наверное, если выбирать, то в сторону государственных банков. Недавно с моей подругой произошел очень неприятный случай, после этого хочется выбирать банки понадежнее. Везде опасность, у нас нет в стране защищенности стопроцентной. Санация открытия продлится годы, обойдется госбюджету недешево. С поглощением частного банка открытия Центробанком и без того сильное влияние Кремля на банковский сектор продолжит расти. 1 сентября в полном объеме вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В этой связи президент Петр Порошенко написал на своей страничке в Фейсбуке, что процесс евроинтеграции не смогли остановить ни скептики, ни агрессия со стороны России. Подробности в обзоре новостей. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано в 2014 году. Сначала многие его положения применялись на временной основе. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, за это время Европейский Союз стал главным торговым партнером Украины. В Турции в аэропорту Анталии задержаны еще два гражданина Германии. Причиной стали политически мотивированные обвинения, заявила представитель германского МИДа. По данным ведомства, в настоящее время в тюрьмах Турции находится 55 граждан Германии. В их числе и немецко-турецкий корреспондент издания Die Welt Денис Юджилл и правозащитник Петер Штойтнер. В Берлине открылась крупнейшая выставка Европы в области потребительской электроники и бытовой техники ИФА. Более 1800 компаний представляют свои новинки. Видеокамера в холодильнике передает информацию о его содержимом на ваш смартфон. А телевизор превращается после выключения в произведение искусства. На выставке в Берлине продемонстрировали и прозрачный телевизор. Такой телевизор не доминирует в интерьере, даже если речь идет о действительно большом экране. Последние актуальные сообщения читайте на сайте Deutsche Welle в интернете. О развитии событий в следующем выпуске ДВ Новости, в том числе на каналах наших партнеров. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова